не было никогда не было понятия не имел а часто вы думали вот о войне в испании часто думали о войне в испании столкновениях с японией на халхинголе слышали что-то начале второй мировой в европе слышали что-нибудь об этом то время до войны еще никак не понял а слышали что нибудь до там а второй мировой в европе о столкновениях на халхинголе россия с японией война помните не понял не поняли не понял но в общем слышали ли вы что-нибудь о войне россии с японии с японии и не слышали а второй мировой войне в европе широк первом году сразу узнал а что вообще вы думали о действиях советского правительства вообще вот на международной арене о чем а действия советского правительства но по отношению к другим странам вообще как какие были отношения с другими странами ничего нет не понял а нет я понял что советского союза были отношения с другими странами а а какие отношения были кто его знает не знаю не знаете не знаю но вы наверно тут как бы особо и не вникали в это да в деревне жили а в деревне жили наверно об этом не думали даже наверно понятно я ведь со школьной скамьи в школе учился в колхозе работал на сенокос придет или на уборку мы тут в деревне и жили понятно а как узнали о начале войны как узнали объявили деревню объявили значит все узнали а какая у вас реакция была а какая реакция у вас была на это на начало войны как вы отреагировали ничего я не учащал никакой войны не не чувствовал не испугались на фронт поехал сорок втором году понятия не имел а вот второй раз уже когда пошел я приходил домой жил дома четыре месяца на шесть месяцев меня комиссовали я жил четыре месяца и и обратно забрали меня признали не строевым но взяли отправили свердловск и свердловска отправили в еланский и зеланский опять на фронт ясно а что вы вообще какие подумали что почему какая в чем причина войны ничего не знаю а слышали ли вы речь молотова 22 июня сорок первого день не слышали не слышал а слышали речь сталина от 3 июля сорок первого года тоже не слышали ясно так а в каких сражениях или операциях каких-то вам пришлось принимать участие разведка с боем ходили несколько человек придавали на штрафников ходили разведка с боем а вы какой-то город обороняли город село обороняли какой-нибудь город село не понял обороняли какой-нибудь город никакой город не браня не понятно а какая минута или дей вот на войне были самыми трудными там тяжелыми опасными не passages бы был как какой-нибудь день самый вообще вот который вы запомнили самый такой тяжелый опасный какой-то трудный на войне на фронте вы потише говорите какая минута день или события были самыми тяжелыми или опасными трудными в период войны? да, на фронте у вас 19 лет был молодой, ничего не очищал первый раз, а второй раз вот там очищал немножко и шлюзы были и все, бежала ясно, а какое событие запомнилось как радостное? вот на фронте было что-то радостное? не было понятно а что для фронтовиков вообще вот для всех, что для фронтовиков было источником мужества на ваш взгляд? откуда мужество вообще брали? страшно же было ехали на фронт второй раз и немцы нас с самолета обстрелили поезде вот тут было страшно понятно а можете ли вы рассказать о каком-то подвиге можете рассказать о каком-то подвиге, которому были свидетелем? вот может среди каких-то ваших товарищей, подвиг кто-то совершил? или вы какой-то подвиг совершили? нет надо снимать никакого подвига я не делал а товарищи ваши какие-то? не знаете? не знали понятно а имеете ли вы какие-то награды? медали дополна полно 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 медалей а какая для вас особенно дорога из медалей? за отвагу за отвагу понятно а с какими чувствами вы шли на войну? и с какими чувствами вы возвращались с войны? первый раз не очищал, не очищал а второй раз со слезами ушел не хотелось уходить, да? и ко мне в Яландске приходила мама с сестрой вот тут ну понятно а с какими чувствами возвращались с фронта? с фронта? довольны довольны но я первый раз возвращался не слышал и не разговаривал а второй раз нормально второй раз уже вообще счастливый, да? я меня это все отошло и было нормально понятно а а как воспринималось в начале войны вот то что красная армия у нас поначалу отступала? знаете вы как это вообще воспринимали? то что красная армия отступала в начале войны то что фашисты наступали так сильно Чё Красная Армия-то? Ну, сначала же, вот поначалу-то очень же сильно у нас Красная Армия отступала. Фашисты же очень быстро наступать начали. Вот потом мы уже как-то начали больше, перешли в контрнаступление. Ну, как понять тебе, милая дочь? Ну, вот вообще, вы знали о том, что у нас, когда вы были на фронте, то, что поначалу-то Красная Армия отступала? Знали об этом? Чё Красная Армия. Что отступали войска наши? Я отступал, я отступал. В Воронеж, в самый Воронеж пришли. На Украине были Воронежа, с той стороны. И отступали, всё, отступали. Но я, правда, 11 дней только всего был на фронте первый-то раз. А потом, когда вернулись, вот после контузии-то уже обратно, когда вернулись, и как это? Нормально уже было на фронте? Уже наступали, да, вы? Да. Всякое бывало? Тогда уж до Харькова, за Харьков зашли и чувствовали, хорошее настроение было наше. Понятно. А были ли сомнения в победе? То, что вы победите? Мы не думали, даже не мечтали. Да. А что вы знали осенью 41-го о положении под Москвой? Ничего не знал. Ничего не знали? Нет, я не знал. А вы вообще услышали об этом потом, что вот фашисты уже прямо под Москвой? Слышали об этом? Чего? Слышали о том, что немецкие войска уже прямо под Москвой были? Слышал. Слышали? Слышал, да. И как вы переживали на фронте, да, все, наверное? Обязательно даже. Обязательно. Обязательно. Когда узнали о контр-наступлении под Москвой? Мы не слышали даже. Не слышали, что наст lip. Наши начали уже, да? Не слышали, понятно. Расскажите, о каком-нибудь из своих командиров. Так? Расскажите о каком-нибудь из своих командиров. Командир у вас же был какой-то? Хорошие командиры. Да. Мы, когда попали в разведку, приехали отсюда, из дома, сразу попали в разведку. Вот, командира не знаю, как звать, и фамилии не знаю, но был хороший командир. Учил нас во всём. Учил, как немца брать, как его побеждать. Понятно. А кого вы и ваши товарищи на фронте считали лучшим полководцем тогда? Жукова или там, я не знаю, кто ещё у нас были. Полководцы помните каких-то? Кого вы считали самым? Мы ведь не считали, командира знали, и всё. Ага, понятно. Вы своих только, да, знали? В какой я части был, у какого командира, у Жукова или у другого какого-то, не знал даже этого. А, ну нет, вот знаете, этот наш, кто Жуков, то у нас герой совет, я даже не знаю. Парад Победы. Помните, там Жуков же принимал его? Жуков, Жуков принимал. Изменилась ли ваша оценка к нему вот сегодня? Или вы его до сих пор считаете выдающимся полководцем? Ничего не изменилось, всё хорошо. Молодец, молодец. А каково ваше отношение было к Сталину и ваших сослуживцев? Это руководитель был. Да. Как у к нему-то? Хороший руководитель. Хоть после как-то на его задавали вопросы, так что плохой, да всё. Неправда. В правительстве же был такой разговор. Неправда в этом. Понятно. Понятно. А вот когда вы воевали, у вас же, наверное, были какие-то ещё других национальностей? Как? Ну, были, воевали с вами кто-то ещё представители других национальностей? Были, были. А что, по вашему мнению, объединяло вот этих людей разных национальностей на фронте? Объединяло то, что война шла. Вот это объединяло всех. Понятно. Все против одного врага бились, да? Понятно. А случались ли какие-то вот непонимания, конфликты у разных национальностей на войне? Бывали. Бывали? Бывали, да. Понятно. И как вы их решали? Как-то, допустим, русские против там кого-то вместе? Нет, против нас не были никого. Но сами они по тебе были. Понятно. Они между собой, да? Ага. Ясно. А верили ли вы в Бога до войны? У меня мама верила в Бога, а я не верил. Понятно. Не верю и ищешь. Понятно. А как удавалось вообще вот не падать духом на войне, не поддерживать какую-то воинскую дисциплину? Как удавалось? Как? Как удавалось поддерживать какую-то воинскую дисциплину, не падать духом? Ну вот, командир пришел, я пулеметчиком одно время был, станковый пулемет, первым номером. Так, значит, командир приказывал стрелять, а мы знаем, что немец засек нашу точку. Он все равно вышибет наш пулемет. Так оно и получилось, так бывало. Понятно. А какую роль в развитии событий сыграл приказ наркома обороны «Ни шагу назад»? Слышали о таком? Как? А приказ наркома обороны номер 227 «Ни шагу назад»? Слышали о таком? Я не понял. Слышали приказ наркома обороны номер 227 «Ни шагу назад»? Да, я исполнял приказ, конечно. Понятно. А вам лично вообще вот в этом приказе говорится о создании заградотрядов. Вот в этом приказе говорится о создании заградотрядов. Вам приходилось в них как-то с ними сталкиваться? С заградотрядами? Да. С их немецким? С их заградотрядом сталкивались? С заградотрядом не встречался. А с нашими, с русскими? С причалов. С причалов. С причалов? Да вот что такое. А что это вообще такое? Заградотряд? Это что? Это отряд специально созданный для ограничения, чтобы спасали эти части. Понятно. И они ни шагу назад не должны были сделать, да? Нет, нет. И мы все солдаты такие же были. А вы встречались вот с каким-то местным населением во время там, я не знаю, отступления или там пребывали вы в каких-то населенных пунктах? Встречались мирные жители, женщины в основном. Нас питали, если у них остались коровы, то они молочком притаскивали для нас. А где это было? Это в Воронежской области. В Воронежской области. А когда? В 42-м? В 42-м. В 42-м. А как вас встречали люди, когда вы уже возвращались домой в освобожденных городах, селах? Как они к вам относились? Где? Ну, когда уже известно стало о том, что, ну как вы победили, как вас встречали? Что мы? Что вы победители, как вы возвращаетесь с фронта? Да, я в 44-м году. А, вы в 44-м же точно относились. Да. А каким было отношение к вам и вашим товарищам освобожденных стран Европы? Или вы не встречались с ним? Не был, не встречался. Не встречались, понятно. А ваши отношения к немецким солдатам? Вы их видели, да? Вы же их ходили разведчиком? В плохое отношение. Плохое. Понятно. А первый вот пленный немец, которого вы увидели, какие чувства? Как? А первый пленный немец, в плен взяли немца вы? Брали в плен немца? Брали. И как, какие ваши первые чувства? Я в разведке был так. Ну, и как у вас начали? Мы над Северным Донцом стояли. Значит, идем разведка с боем. Берем, три человека сопровождают ее, а остальные идут дальше. Понятно. А в составе вражеской армии были не только же немцы, там были румыны, итальянцы, венгры. Не видел никого. Не видели? Не видел. Понятно. А приходилось ли вам во время войны слышать о власовцах? Чего? Слышали во время войны о власовцах? Слышал как? Слышали? А кто это? Наши солдаты, наши русские люди, они власовцы, переходили в другую армию к этому власову. И... Предатели? А? Предатели? Предатели, конечно, наши. А как вы к ним относились? Я не видел их. Не видели? Понятно. А как вы относитесь к современным попыткам оправдать власовцев? Вот оправдать предателей? Как вы относитесь? А никак оправдать не надо. Понятно. Не надо? Правильно. Правильно. А сталкивались ли вы со случаями дезертирства? Как? Вот дезертиров каких-то... Слышали о том, что кто-то дезертировал из армии? Не слышали? Нет. Понятно. А каково вообще ваше отношение к дезертирам? Дезертир просто враг народа. Угу. Понятно. А приходилось ли вам сталкиваться со штрафниками? Из штрафбатов, знаете? Приходилось ли вам с ними сталкиваться? Со штрафниками приходилось. Они у нас разведку с боем, их придавали, вот. И они служили молодцы. Да? Молодцы. Да. Понятно. А были ли среди ваших каких-то друзей, товарищей, люди, прошедшие через штрафбат? Через какой? Через штрафбат. У вас какие-то товарищи проходили? Трамп. Через штрафбат? Штрафбат, нет. Не было? Не было. Угу. Понятно. А вот как вы относитесь вообще к тому, что, ну, к той возможности, которую предоставлял штрафбат, искупить вину, как когда говорили? Вы считаете, правильно это было? Да. Понятно. А какие вообще вы сталкивались с какими-то, наверное, же все равно бытовыми трудностями на фронте? Как вы их вообще вот преодолевали? Бывало. И поесть нечего. Голодом были. Не доставляли нам еду. Угу. И потом приходили и извиняли все. Понятно. А в какое время было, в какое время года было труднее всего воевать? Я воевал-то мало. Первый вот, в мае июне, вот эти месяцы, 11 дней был. Угу. А там, когда Харьков, за Харьков ушли, Меревка, такой населенный пункт был, вот до него дошли. Все освобождали и тогда. Угу. Понятно. А как вы оцениваете вот боевую технику тех времен? Как вы оцениваете боевую технику тех времен? Как понимаю. Как вы оцениваете, да, хорошая была или не совсем, вот недостаточно? Никакой не было. Никакой не было. Никакой не было. Никакой не было. Приехали на фронт, вместо того, чтобы дать винтовку в руки, нам даже не изучили. Мы эту винтовку не давали. Нет, не то, что не давали, а не было. Понятно. Не было оружия. И вообще у вас не было личного оружия, да, никакого? В первое время. А потом? Первые дни приходим на фронт, нету два-три дня, а потом находят, дают. И у вас было оружие, да, личное? У меня был пулемет, максимум. Понятно. А как вы отдыхали на войне в часы затишья? В часы затишья спали, да и всё. Спали? Да. Понятно. А приходилось ли вам слышать выступления каких-то артистов, концерты фронтовых бригад? Нет. Не было? Не было. А была ли любовь на фронте? Как? Была ли любовь на фронте? Нет. Не было? Ну не у вас, а вот у товарищей, например. Кто его знает? Не знаете? Не знал. Понятно. Тогда не, не до любовь ей было. Угу. Ясно. А вы получали же наркомовские 100 грамм перед боем? Нет. Не получали? Нет. Понятно. А откуда, ой, когда и откуда вы писали домой? Прямо с поля боя. Да? А что сообщали в письмах? Жил здоров, больше ничего. Понятно. А могли ли вы писать обо всем, что с вами происходит? Не было у вас такого, что, допустим, запрещено было что-то писать? Не было такого? Не было. И все могли писать, да? Где находитесь? В каком населенном пункте? Да. Совершенно верно. Понятно. А когда и какие известия вы из дома получали? Писали же вам, наверное, из дома? Писали я, конечно. И что вам писали? Писали. Работаем мы, все. В колхозе работали. Понятно. Работаем. Продолжение следует...